Изменения в бюджет ближайших трех лет, включая текущий год, рассмотрели депутаты Тверской городской думы. На заседании, которое прошло в среду, парламентарии одобрили финансирование целого ряда важнейших проектов, имеющих социально-экономическое значение. Подробности у Романа Быкова. Параметры бюджета в ближайших нескольких лет депутаты пересмотрели ради реализации ряда важных социально-экономических проектов. Как известно, из региональной казны областной центр получит средства на реконструкцию очистных сооружений городской канализации. Но работы будут вестись на условиях софинансирования. Так, в текущем году Тверь должна внести 1 миллион 800 тысяч рублей. Что касается других изменений, которые одобрили народные избранники, то почти 157 миллионов необходимо перечислить Горэлектро, а еще 90 миллионов МУП по ТП. Свет Горэлектро поставляло нам, и эти деньги нужны покрытие тех долгов, которые скопились по предыдущей. И обеспечить Горэлектро работой до конца года. В ТП мы знаем, что у них сейчас не очень хорошая финансовая ситуация. Эти деньги направлены в основном на выглоту зарплаты водителям и на приобретение горючих смазочных материалов. В общей сложности для финансирования дополнительных расходов дефицит бюджета 2019 будет увеличен на 288 миллионов рублей. Их предполагается получить за счет коммерческих кредитов. Стоит отметить, что почти 17 миллионов пойдут на создание проектно-сметной документации для строительства школы и детского сада в микрорайоне Южный, жители которого давно ждут появления новых образовательных объектов. Школа будет построена на 1224 места. Это точно такая же школа, как практически в Брусилово будет. И детский садик на 190 мест, что тоже немало. И что немало важно, что там будет ясеная группа. Поэтому на данный момент начнутся эти работы. Я думаю, что результат мы увидим в течение двух лет. Всего в этот день депутаты рассмотрели 13 вопросов. Последним стало предложение внести изменения в региональный закон, касающийся бездомных животных. Уже шесть лет, как полномочия по их отлову и содержанию, переданы муниципалитетам, которым денег на эти цели очень не хватает. Например, в бюджете Твери текущего года заложено всего полтора миллиона рублей. Мы видим объективно, что уже последние три года эта работа на территории города практически не ведется. И мы видим, что город самостоятельно с этим не справляется. Ни один подрядчик сейчас на конкурс не выходит, потому что очень низкие расценки. И они раз в пять, в шесть ниже даже порога рентабельности. Теперь эту инициативу рассмотрят депутаты законодательного собрания. И в случае положительного решения, объем субвенций, который Тверь получит из областного бюджета для реализации этих полномочий, увеличится в пять раз. Субтитры создавал DimaTorzok